Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Давайте узнаем об этом подробнее, а вы не забудьте написать, так ли вы слышали об этом. Нам и зрителям канала будет интересно знать об этом. Досмотрите это видео до конца, чтобы не понять меня неправильно. Описание конца света. Наступление конца света будет таким же неожиданным, как и проявление его признаков. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Наступление его будет таким внезапным, что вы не успеете съесть кусок хлеба, совершить торг, сделку или выпить подоенное верблюжье молоко». Конец света настолько страшен, что Аллах к тому времени заберет к себе всех верующих, и они не увидят его. О конца света много говорится в сурах Корана и в хадисах пророка, мир ему и благословение. Например, пророк, мир ему и благословение, сказал, «Великий Аллах в судный день разрушит Вселенную, подобно тому, как разрушается минарет. Земля начнет трястись со всем, что на ней. Будет такая высокая температура, и все, даже вода, будет гореть, солнце приблизится к земле. Все во Вселенной перемешается, включая планеты. По велению Аллаха, Исрафил начнет трубить в рог, и все живое умрет, кроме единого Бога». Сколько после этого пройдет времени, ведает только Аллах. Затем, по его приказу, оживший ангел Исрафил протрубит в рог вторично, и каждое тело обретет свою душу. По приказу Аллаха земля исторгнет все, что в ней захоронено. В первую очередь неверующих, которые, будучи нагими, начнут плакать и кричать. «Кто нас разбудил? Кто оживил?» Верующие ответят «Аллах». Также первым оживет наш Пророк, мир ему и благословение. Об этом он рассказал Айше. Она спросила его, «Неужели люди будут голыми?» «Да, только никому до этого не будет дела, и никто не заметит этого от великого горя». Многие философы спрашивают, каким образом души обретут именно те тела, в которых они находились, ведь эти тела уже потеряли свой вид. Аллах отвечает в Коране. Аллах лучше знает, что есть в земле, и все это записано. Каждое тело обретет свое, даже если при жизни оно было лишено какого-либо органа. Возможно, имеется в виду, что даже сожженные или разрубленные на части тела будут собраны в первоначальном виде. В Судный день ангелы соберут всех в долине Аль-Махшар. Это будет местом сбора всех людей. Об этом сказано в Коране. Затем ангелы дадут верующим одежду. Первым ее получит Пророк Ибрагим, мир ему. Кто при жизни помог одеждой нуждающемуся, тот Аллах в этот день даст одежду. Пот с людей будет литься так, что некоторые грешники будут тонуть в нем. Люди будут пребывать в таких мучениях, что будут желать смерти, плакать, кричать, убегать и так далее. Но при этом будут люди, которые будут находиться под сенью небесного престола. Пророк, мир ему и благословение, разделил их на семь категорий. Справедливый руководитель, имам, верующий с детства и до смерти, человек, постоянно поклоняющийся в мечети, двое людей, любящих друг друга ради Аллаха, человек, раздающий милостыню так, что левая рука не знает, что делает правая, человек, которого соблазняет красивая женщина, но он отказывается от нее ради Аллаха, человек, находящийся в уединении и от страха перед Аллахом проливающий слезы. Есть хадис. Не увидят огня ада люди, ограждавшие мусульман от врагов. Люди, пребывающие в мучениях, будут молить Аллаха, освободить их от них, но Аллах не внемлит им. Тогда они обратятся к пророкам, но те будут отсылать их друг к другу. Затем они обратятся к родителям, близким и так далее. В итоге они обратятся к нашему пророку, мир ему и благословение, и тот скажет, «Я помогу». Упав в ниц, он обратится к Аллаху, и тот, приняв его просьбу, даст указание начать суд. И начнется великий допрос. Помощь нашего пророка, мир ему и благословение, есть не что иное, как заступничество за всех. Затем ангелы явятся со свитками, в которых учтены все наши деяния. Правоверные возьмут их правой рукой, а лицемеры и неверующие сзади левой. Затем по велению Аллаха каждый прочтет свои записи. В Коране сказано, «Читай свою книгу, и ты узнаешь, куда ты попадешь». Не будет ни одного раба, с которым не побеседует Аллах. Среди верующих будут люди, которые в своих свитках прочтут только хорошее. Аллах обрадуется им и скажет, «Вы скрывали ваши плохие деяния, просили прощения, и я скрыл ваши грехи на этом свете». Этот разговор будет происходить только между ними. Из числа верующих будет 70 тысяч человек, которые попадут в рай без допроса, так сказал пророк. Мир ему и благословение. Верующих, у которых число плохих дел будет больше, Аллах будет допрашивать жестоко, и те получат наказание. В этот день верующие, пострадавшие на этом свете, если их обокрали, унизили и так далее, получат за свои обиды, благое, с обидчиков, воров, убийц и так далее. Это будет жестокий допрос, поэтому пророк, мир ему и благословение, говорил, на этом свете необходимо разрешить свои взаимные обиды и просить прощения друг у друга. Некоторые из грешников будут отрицать свои плохие деяния, но ангелы, земля, верующие и даже собственные органы будут свидетельствовать против них. Человек спросит у своих органов, «Почему вы свидетельствуете против меня? Ведь я хочу спасти вас от мучений». Но они ответят, что их заставил Аллах. Каждое место, где мы молились, будет свидетельствовать в вашу пользу. После того, как завершится допрос, Аллах повелит взвесить все наши благие и плохие деяния, и каждая из них обретет вес. Об этом сказано в Коране. Весы в этот день истины. И не будут взвешиваться деяния пророков, ангелов и правоверных. Например, шахидов. Остальным прощается все, кроме долгов другим людям. Ученого Аллах спросит, каким образом он использовал свои знания, и тот ответит, «Я обучал других». «Нет», — скажет Аллах, «ты учил лишь для того, чтобы прославиться. Поэтому в судный день каждый будет искать свои благие деяния. Они все будут убегать друг от друга», — сказано в Коране, «чтобы решить свои проблемы». Хадис пророка, мир ему и благословение, гласит, «И в судный день справа ты увидишь все свои хорошие деяния, слева все плохие, а спереди огонь ада». В судный день даже самое малое деяние может оказаться огромным. Поэтому не упускайте возможности, предоставленные Всевышним на этом свете. Когда наши деяния будут взвешиваться на весах, и Аллах станет расспрашивать о грехах, верующие будут стесняться этого. Например, Аллах спросит, «Почему не вернул долг?» Раб начнет объяснять, что не успел, умер, и так далее. Тогда Аллах скажет, что лучшим возмещающим является Он, и что Он возместит его долг. Потому Аллах спросит, «Почему ты не посетил меня, когда я болел, когда я был голоден?» Тот ответит, «Ты же властелин всех миров, все блага от тебя. Когда кто-то лежал больной или был голоден, или нуждался в чем-то, ты на его месте нашел бы меня, мою благодать, мое вознаграждение», скажет Аллах. И человек будет сожалеть об упущенных возможностях. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.